всем привет с вами елена вивас из аргентины и сегодня у меня еще один насыщенный день путешествия по патагонии водная экскурсия за уникальным видом дельфинов который водится только в одном месте в мире на крайнем юге патагонии а затем мы заглянем на ферму к потомкам белой эмиграции и так погнали еще перед выходом в море нас предупредили что сейчас очень низкий сезон и вероятность увидеть самых маленьких из самых красивых в мире дельфинов очень низкая накануне в экспедиции с трудом удалось увидеть парочку но я столько о них уже читала и давно мечтала увидеть это чудо природы что меня было не остановить итак мы загрузились на резиновую лодку и отправились вперед в открытый океан природа уже заранее подготовилась к нашей экспедиции даже если нам не удастся увидеть танинос на выходе из порта на берегу нас поджидала большая колония различных морских птиц и лежбище морских львов которые вместе со своими детенышами резвились у самого берега а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы затариться дарами океана Сами аргентинцы очень мало употребляют рыбу и морепродуктов Говорят, что по статистике среднестатистический аргентинец в год съедает всего 1 кг рыбы Но в этой зоне Аргентины очень много консервных фабрик, где делают на экспорт рыбные консервы, а также замораживают рыбу и отправляют ее в другие страны На камнях еще один эндемик, который встречается только на самом юге Патагонии и больше нигде в мире – императорский или антарктический синеглазый баклан Итак, мы выходим в открытый океан на своей резиновой лодке и начинается качка Почти целый час поисков дельфинов не дал никаких результатов И когда капитан уже развернул лодку в сторону порта, сначала по одному начали подплывать Тонинос А потом и вовсе целая стая начала соревноваться с нами на перегонки И мы, как сумасшедшие, начали бегать от одного бортика к другому Инстинкт охотников проснулся Крики, визги и восторг – еще одна мечта сбылась Благо, нас было человек 6 и никто никому не мешал На мой вопрос, что происходит, когда в лодке 40 человек Гид ответил, что в высокий сезон дельфинов так много, что, сидя на одном месте, все хорошо видно и нет необходимости бегать по лодке Дельфины коммерсона, или как их называют в Аргентине, Тонинос – самый крошечный вид китообразных Во взрослом виде они едва достигают полтора метра И хоть своей раскраской они и косят подкосаток, но в два раза меньше новорожденных детенышей китов-убийцев В экспедицию за косатками мы отправимся в следующем видео Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное об Аргентине Ареал этих пятнистых крошек ограничен побережьем Крайнего Юга Патагонии Больше нигде в мире их нет За исключением одного крошечного острова на юге Индийского океана Но там они совсем другого цвета Кроме того, что это самые крошечные в мире дельфины У них есть еще целый ряд отличий Это прежде всего короткая тупая мордочка, что делает их практически мультяшными И расцветка как у панды, с четкими границами черного и белого цвета Просто само совершенство Также это самый прожорливый вид из всех дельфинов Ежедневно они съедают морепродуктов до 10% от собственного веса В то время, как более крупным собратьям афалином достаточно 4-5% от веса самого животного Любимое лакомство для них – морской криль, кальмары, каракатицы, ракообразные, рыбка А на закуску предпочитают водоросли Высокие аппетиты обусловлены быстрым метаболизмом и очень активным образом жизни Тони нас топят за здоровый образ жизни и стараются держать себя в форме Водоплавающие панды очень любят серфить на волнах и выпрыгивать из воды Плавать вверх-вниз, на спине, толкать всякие предметы, спихивать птиц в воду А также плавать на перегонки с туристами К тому же места, где они живут – это довольно бурные и холодные воды Здесь течения могут достигать 15 км в час, а вода едва нагревается до 16 градусов О том, как дельфины коннектятся друг с другом, известно мало Коммерсоны живут группами от 2 до 30, а иногда до 100 особей Такой разбег – результат крайней общительности наших героев с другими видами В компании дельфинов-коммерсона частенько встречаются и другие виды млекопитающих Брачные ритуалы дельфинов тоже изучены мало Известно лишь, что сезон размножения приходится на период с сентября по февраль, а беременность длится 11 месяцев Самки приносят на свет 6-килограммовых малышей сплошной серой окраски Мать будет защищать и кормить детеныша молоком, правда длительность этой опеки тоже пока не изучена Малой станет взрослым примерно к 5-8 годам Правда, жизнь на воле у этих дельфинов короткая Редко кто из них отмечает свое 11-летие При этом в дельфинарии самый старый представитель вида немного не дожил до 26 лет А мы возвращаемся в бухту Но на этом путешествие с сегодняшнего дня не заканчивается Нас ждут еще очень интересные встречи Так что смотрите до конца Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И конечно же по привычке в портовом городе день нужно закончить в портовом ресторане И здесь для нас приготовили такую огромную морскую аппекаду Это у них называется на два человека Представляю какая она для четверых Хватит на всех Кстати, морская кухня в Патагонии очень разнообразная и вкусная Мой гастрономический эстет наконец-то был удовлетворен И немного прогулки по набережной в городе Роусон, столице провинции Чубут Прекрасные домики вдоль набережной океана, где большую часть года можно наблюдать китов практически из окон дома Название у этого города Роусон английское, так как вся эта часть Патагонии заселялась уэльскими поселенцами в 19 веке Непосредственно город Роусон был основан в 1865 году Уэльцы прибывали сюда на кораблях и привозили с собой не только обычный скарб Ну там ложки, кружки, свою одежду Они также привозили с собой мешки с пшеницей, своих овечек Чтобы при перемене мест жизни у них мало что в этой жизни менялось Ну разве что климат, чтобы был лучше Выгружались с кораблей Возводили свои фермы Сеяли пшеницу Высаживали яблони, груши Разводили овечек Про овечек мы поговорим немножко позже в следующей серии Поэтому подписывайтесь Впереди мои приключения по Патагонии еще продолжаются А сегодня в гости мы едем к Паулине Потомку белых эмигрантов из Украины И посмотрим, как свою ферму устроила она Сады и яблоки цветут Яблони цветут Какое чудо Посещение этого ранчо было попаданием в десятку Я только вышла из машины Сделала пару шагов и мне захотелось здесь остаться надолго Если честно, я не знала куда и зачем меня везут Это был сюрприз для меня Но с первых шагов Какое-то все родное, да более знакомое Из моего детства и из прошлой жизни Тогда я еще не знала, что предки Паулины прибыли в Аргентину с Украины Потому что Паулина по-русски уже не говорила, только по-испански Но когда я бродила между грядок, пробуя прямо с куста виноград, малину, ежевику Моя душа отделялась от меня сегодняшней Воспоминания о прадеде и бабушке Их подворьях накрывали меня с головой Особенно эта ива Точно такая же, как росла перед двором моего прадеда Поместье это историческое С большой историей Которую Паулина с удовольствием нам рассказывала В 1920 году здесь родился Луис Морган Знаменитый аргентицкий боксер Его портреты, вырезанные из местных газет До сих пор украшают стены поместья Но, несмотря на богатую историю Семья Паулины купила этот участок В достаточно заброшенном состоянии Поскольку предыдущие хозяева Долгое время уже проживали в городе И кустик за кустиком Сажала здесь плантации своей мечты Бузину, малину, смородину, ежевику Параллельно боролась с сорными травами И сегодня семья живет тем Что делает очень вкусное варенье Из ягод и ликеры Продает свою продукцию По всей Аргентине А также они принимают туристов Для которых под вековыми орехами Устраивают пикники И жарят знаменитого Патагонского барашка Хотите попробовать? Жду вас в моих авторских турах По Патагонии А это те самые Вековые деревья Грецкого ореха Орех тоже Собирают и продают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Катяра тоже признал во мне Родную душу И конечно же на прощание Я накупила себе Варенье из разных ягод И медика Такого вкусного варенья Как у Паулины из черной смородины Я в жизни не ела Это просто был отрыв башки Даже несмотря на то, что я в принципе Не ем сладкое Баночка улетела очень быстро А на прощание Вот такая встреча С соколом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова